Музыка Строительство новых мощностей, модернизация и реконструкция устаревшего оборудования Ключевые направления развития украинской гидроэнергетики В энергетическом комплексе Украины гидроаккумулирующие электростанции занимают третье место после атомной и тепловой генерации Суммарная мощность ГЭС Украины составляет 8,6% от общей мощности объединенной энергетической системы страны К 2020 году мы поставили цель добиться 11% Мало это или много, другие страны к 2020 году хотят иметь 20% электроэнергии Основой гидроэнергетики Украины являются гидроэлектростанции Днепровского каскада Речь идет о Днепровской ГЭС, Киевской и Ташлыкской гидроаккумулирующих электростанциях Кроме ГЭС и ГАЭС в Украине сейчас эксплуатируется 49 так называемых «малых ГЭС» Которые производят более 200 миллион киловатт-часов электроэнергии Мощности планируют наращивать и дальше Строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции Мощностью в 1000 мегаватт Сегодня является приоритетным проектом для энергетиков Четыре агрегата по 250 мегаватт должны повысить производство электроэнергии в стране Проект реализуется при помощи Европейского банка реконструкции и развития Проект прошел экспертизу, получил положительное заключение Проект прошел экспертизу, получил положительное заключение У нас есть подтверждение двух банков, но мы должны еще осуществить некоторые мероприятия Которым нас обязали банки по требованию экологических организаций в Украине Я думаю, что в следующем году мы будем иметь уже другой результат И подпишем контракт на получение финансирования этого проекта Строительство Каневской гидроаккумулирующей электростанции Планируется в конце 2018 года Срок реализации проекта 6,5 лет Еще одним важным направлением является строительство Каховской ГЭС-2 Энергетический объект построят на средства международных партнеров Стоимость проекта составляет почти 425 миллионов долларов Уже проведена техническая экспертиза и процедура закупок Проектную документацию изготовит Укргидропроект Начало строительства запланировано на 2019 год О перспективах развития гидроэнергетики говорили на Международном энергетическом форуме Который состоялся недавно в Киеве Введя 250-270 мегаватт дополнительных мощностей Мы 350 мегаватт выводим из базового режима и переводим в пиковый режим Сейчас не существует никаких препятствий, чтобы реализовать этот проект до 2026 года, говорит Игорь Сирота Тем более уже состоялись общественные слушания и претензий со стороны экологических и общественных организаций не поступало Следующий важный проект в сфере гидроэнергетики это строительство каскада верхнеднестровских ГЭС Это шесть гидроэлектростанций мощностью 390 мегаватт Мы их предложили относительно возможной реализации этого проекта Конечно, мы получили шквал негатива от общественности, от экологов по поводу этого проекта Но я более чем уверен, что это просто неправильная информированность общественности И поэтому такой подход В мире уровень развития гидроэнергетики разный Больше всего гидроэлектроэнергии на ГЭС производят Соединенные Штаты Россия, Украина, Канада, Япония, Бразилия, КНР и Норвегия Неосвоенные гидроэнергетические ресурсы Африки, Азии и Южной Америки Открывают широкие возможности для строительства новых гидроэнергетических объектов Регулирующих мощностей, как показывает мировой опыт Наиболее эффективным универсальным механизмом является именно гидроаккумулирующие электростанции Которых сегодня в мире мощность составляет порядка 160 миллионов киловатт Именно поэтому в мире, несмотря на недостатки использования гидроэнергетики, наблюдается ее бурное развитие Так, например, в Соединенных Штатах, где есть 21 миллион ватт мощностей гидроаккумулирующих электростанций Американцы предусматривают строительство еще 34 миллиона В Европе по прогнозу до 30-го года мощность возобновляющих источников энергии Должна достичь примерно 56% общей мощности системы При этом гидроаккумулирующие станции по прогнозу должны увеличить мощность в два раза С 49 миллионов до 58 миллионов Ценность гидроэлектростанций заключается в том, что для производства электрической энергии Они используют возобновляемые источники энергии Электроэнергия, вырабатываемая на ГЭС, в среднем почти в 4 раза дешевле электроэнергии, полученной от тепловых электростанций, подчеркивают специалисты Я только вернулся из Норвегии, где ознакомился с опытом управления в стране У них 95% электроэнергии добывают именно с малых ГЭС У них нет таких ДнепрогЭС, как есть у нас Но у них очень современные передовые технологии выработки электроэнергии на малых ГЭС И даже, знаете, когда по городу ходишь ночью или вечером, все офисы, все светится, потому что для них эта электроэнергия дешевая По мнению специалистов, должна существовать сбалансированная энергосистема в стране, в которой будут присутствовать альтернативная, тепловая и атомная энергетика Сегодня это предусмотрено в доработанной энергетической стратегии до 2030 года Поэтому повышение уровня безопасности энергетических объектов, надежное и устойчивое функционирование гидроэнергетики С максимальным использованием экономически эффективного гидроэнергетического потенциала и строительство новых гидроэлектростанций Обеспечат дальнейшее развитие гидроэнергетики в Украине